Спасет ли Вандерлаф и Украину? Владислав Шурыгин в Живом журнале за 1 мая 2022 года Тут на Медне в СМИ и соцсетях наметился некий спор между военкорами и экспертами вокруг поставок иностранного вооружения ВСУ. Помогут они ВСУ или не помогут? Смогут ли ВСУ быстро переучиться на новое вооружение или нет? Кому отнести себя в этом споре я не знаю, так как являюсь и военкором, правда со ссылкой на возраст, и экспертом. Поэтому просто выскажу несколько своих мыслей. Первое и главное. Воюет не техника, воюют люди. На любой войне моральный фактор всегда остается главным, даже когда война идет между высокотехнологичной армией и низкотехнологичной. Достаточно вспомнить войны против Афганистана, Британии, СССР, США или Вьетнама, Американскую войну. Сплоченность населения, его готовность идти на любые жертвы во имя победы в конечном итоге определяют исход войны. Я не стану здесь анализировать этот фактор по отношению к нынешней СВО. Замечу лишь, что пока никакой тотальностью войны и не пахнет. Большая часть населения Украины всеми силами от участия в войне пытается уклониться, а более чем 3000 минимальной оценки, по другим до 5000 пленных вполне наглядно говорят о том, что никакой священной войны в сознании украинцев нет и в помине. Но вернусь к военно-техническому аспекту. Для переучивания на новую военную технику есть два стартовых порога. Профессиональный, когда переобучение проходят уже владеющие аналогичной техникой специалисты, и дилетантский, когда обучение проходят люди ранее не служившие, аналогичным оружием не владевшие. Соответственно, и программы переобучения для первых, и обучение для вторых принципиально разные. В мирное время средний базовый курс обучения по большинству боевых специальностей – танкисты, артиллеристы, саперы, противотанкисты, корректировщики, разведчики и прочее – составляет 6-9 месяцев, после чего у войска отправляется специалист начального уровня. В военное время при самой интенсивной подготовке такой курс можно ужать до 3 месяцев. Повторюсь, это для свежепризванных войска по мобилизации резервистов. Для специалистов, уже имеющих подготовку, такой курс в мирное время занимал от 2 месяцев до 3. На войне ускоренное обучение займет от 2 недель до 4 зависимости от технической сложности оружия. Например, переучивание артиллеристов с классических советских гаубиц на новые американские М777 займет примерно 2 недели. А вот переобучение на танки, Абрамс и боевые машины пехоты никак не меньше 4 недель. Не меньше времени займет переучивание на РСЗО ГИМАРС. Если при стрельбе обычной реактивной ракетой эта система мало чем отличается от советской РСЗО Ураган, то вот при стрельбе ракетой АТАКМС, координирующий полет с помощью датчиков GPS, нужны профессионалы высокого уровня. Еще больше времени займет обучение и переучивание специалистов ПВО на норвежский и американский. Тут обучение даже опытных специалистов займет не менее 3 месяцев. Не меньше 3 месяцев займет и переучивание украинских летчиков на обещанной Украине истребителей 4-го поколения F-16, если такая передача все же состоится. Отдельный разговор, что советское вооружение, которое изымается из арсеналов бывших стран Варшавского договора, передается Украине. Оно может использоваться немедленно, и его появление на поле боя зависит только от логистики. Поэтому все иностранное вооружение можно очень условно разделить по времени появления на ближнесрочные 2-3 недели, среднесрочные американские танки САУ РСЗО 5-7 недель и долгосрочные системы ПВО среднего и дальнего радиуса действия, боевые самолеты не менее 8-12 недель. Очевидно, что Украина не может себе позволить отправить на обучение своих резервистов. Время дорого, а запасы этого вооружения не бесконечны, и значит на переучивание придется отправлять только уже обученный личный состав, забирая его из воюющих боевых частей и госпиталей, или из состава разгромленных родов войск, ВВС, ПВО, которые сейчас почти не имеют собственной техники. Для того, чтобы это вооружение более-менее стало фактором на поле боя в западных районах Польши и других стран НАТО, необходима целая сеть учебных центров, где нужно обучать этих специалистов в количествах, которые способны покрыть их убыль на фронте, не менее бригадного комплекта за 4 недели. Второй момент, связанный с перевооружением, это то, в какой форме оно начнет появляться на фронте, будет ли поступать войско поэтапно, по мере переучивания передаваться в войска и немедленно использоваться, или пойдет на укомплектование резервов, которые можно будет использовать для контрнаступления, и это критически важный момент. Создание и укомплектование новых бригад, вооруженных ленд-лизовским оружием, это весьма растянутый по времени процесс. Кроме циклов переучивания на новую технику, необходимо пройти обучение тактике ее использования, выполнить боевое слаживание в составе подразделений, минимум до батальона, и только потом такую бригаду можно будет считать боеготовной. Такой цикл займет не менее 4-6 недель, но все это время войскам на Востоке предстоит сражаться против все более усиливающегося нажима противника российской армии. А с каждым днем потери ВСУ здесь все выше, и продвижение русских в тыл основной украинской группировки на Востоке Украины все более критичное, и не исключено, что все эти новинки будут передаваться в войска по мере их поступления и обучения на них украинских военнослужащих. В таком случае эффект их появления будет безусловно смазанным, и российская армия сможет в короткое время адаптироваться к их присутствию, как адаптировалась к появлению тысяч джавелинов, нлавов, панцерфаустов, стингеров, десяткам байрактаров и прочих натовских новинок. К сказанному хочу добавить еще один момент. Все это вооружение в виде железа или в составе вновь сформированных частей необходимо перебросить от западных границ Украины до районов боевых действий, а это путь от 800 до 900 километров, что является непростой задачей в условиях господства в воздухе российской авиации. Собственно, а теперь резюмирую. Появление на поле боя любой новой системы оружия, безусловно, оказывает свое определенное влияние на ход войны. Меняются дальности стрельбы, рубежи развертывания, глубина разведки, приемы маскировки, создается новая система защиты, наращиваются системы, способные нейтрализовать новинки противника и еще очень многое. Это нормально, это содержание любой войны, но никогда появление новых видов оружия, кроме ядерного, не является фактором, определяющим исход войны. Как я уже говорил, воюют не оружие, воюют люди. А главное, воюют армии, огромные системы оружия, тактики, оперативного искусства, стратегии, логистики, военной промышленности и морально-волевого фактора. И западный ленд-лес не сможет обеспечить Украине победу над Россией, но воевать нам будет сложнее. Владислав Шурыгин Спасет ли Вундерваффе Украину?